Добрый вечер, друзья. Из солнечного Санта-Круз Светлана зачитывает нам вопрос. Ночью. Давай, Света. Добрый день. У нас ночь. Муж в Америке уже год. Поехал в тур визе и остался. Нам с ребенком визу не дали. Сейчас уже три месяца, как муж находится нелегально. Адвокаты ему предложили подать на политику. С мужем я в гражданском браке. Ребенок на фамилии отца. Вопрос. Подавать ли мне на тур визу или будет отказ? Или без ребенка пока попробовать? И вообще, как правильно поступить? Ну что же, вопросик на самом деле нетривиальный. Потому что ответа нет. Но я могу немножко порассуждать на эту тему. Значит, первое. Когда речь заходит о том, чтобы семья была семьей, воссоединялась, границы пересекала в политическом кейсе, на политическом убежище в кейсе участвовала и так далее, эта семья должна быть официально семьей. Понимаете? Муж и гражданский муж – это две очень и очень большие разницы. Понимаете? Это астрономически большие разницы. Две. Потому что если у вас есть муж, и он может, допустим, вам дали визу, и вы с ребенком поехали, откажут вам или нет, никто не знает. Вам может быть проще, что он гражданский, с тем, чтобы визу получить. Поскольку муж гражданский, никто не знает. Муж ли он вообще? Муж ли он вообще, да. То есть вы как бы за него не в ответе. Вы когда в посольство идете, вы им не говорите, что у меня есть гражданский муж, который подал на убежище. Но на ребенка это на фамилии отца. Никакого значения это не имеет вообще. Значит, и фамилия, и ребенок, и так далее. Вот. Поэтому... Где отец, а может, вообще не знаю. Поэтому история такая, что визу вам дадут скорее, когда он гражданский муж, да? А, значит, то есть как бы вы его не рапортуете, никто не знает, что он в Америке, никто не знает, что он подал на политику. Вы просто с ребенком там куда-то едете. И если этот кейс у вас пройдет, я не знаю, а не сказала девушка, где живет, да? Угу. Вот. Я знаю, что там, скажем, если в Киеве пойти, там сложнее дают, если в Москве, то лучше дают. Не знаю. То есть вопросы получения визы в посольстве, это абсолютно не касающиеся меня вопросов, которым я просто не понимаю ничего. Но дальше происходит вот какая история. Значит, дальше, допустим, все хорошо, ей дали визу, она с ребенком приезжает. Он уже три месяца в подаче. В нелегальном саду. Он, а, в нелегальном саду. И он еще не подал на политику. Я извиняюсь. Он еще не подал на политику. Но, тем не менее, визу получить, попробовать неплохо. У нас на канале есть Татьяна Богданова. Она давно уже не появлялась живьем, но, тем не менее, она консультирует по вопросам получения визы. Если вы сделаете поезд на Татьяну Богданова, вы ее найдете, там все ее координаты, и можете с ней насчет виз посоветоваться. Она как бы профессионально этим занимается, лучше знает. Но, допустим, вам дали визы, вы приехали в США, ваш гражданский муж за это время подал на политику, вот, и тогда вас можно подключить к его кейсу, только вам для этого надо будет сначала жениться, расписаться. То есть вам надо будет стать полноценной женой, не гражданской. Я так это понимаю. Я не думаю, что можно включить какого-то человека, с которым вот нет документально оформленных отношений. Вот мое понимание такое. Но, опять, я не знаю. Вам, наверное, придется доказывать как-то, или, во всяком случае, отвечать на вопросы о том, чтобы это не было эффективным, чтобы действительно в браке, что это ребенок. Ну, если ребенок на фамилию отца, на свидетельстве рождения он есть, то это проще будет. То есть, как бы совсем просто. Вот, собственно, и все. Но, как вопрос, Свет, еще раз. Давай уточним. Что делать? Уточним. Нет, нет, там не вообще что делать, а там более... Подавать не на турвизу, или будет отказ? Или без ребенка пока попробовать? И вообще, как правильно поступить? Ну, значит, подавать ли на турвизу? Ну, да, я считаю, что надо подавать на турвизу. Или без ребенка пока? Это она должна с Таней Богдановой поговорить. Она должна поговорить с теми, кто занимается турвизами. Понимаешь, я тут ничего не знаю. Но... Что можно сказать? Вот. Так что... На самом деле, то, что они не являются официально расписанными супругами, может быть, даже является облегчающим обстоятельством в этой ситуации. Потому что, в конце концов, они могут расписаться и потом. Правда, можно и в Америке расписаться ни пигде. Да, но может доказаться, что как-то ты уже расписался тут же полному политику. Это как-то очень хорошо. Ну, тут же присоединился к кейсу, да. Ну, я уже говорил, что им придется, может быть, что-то объяснять. Но поскольку это действительно отец ребенка и изельество рождения есть, то я думаю, что это сойдет легко. Мое ожидание. Мы не знаем. Мы не знаем. Мы не знаем. Мое ожидание такое. Поэтому я бы, конечно, подавал на турбизу. Даже если вы ей не воспользуетесь в ближайшие три месяца или даже шесть, так оно у вас есть, там ее дают на какой-то срок. Вот. И в течение этого срока непременно воспользуйтесь. Я не знаю, какого возраста ребенок. Понимаешь, то есть, если ребенку там три года, может быть, тебе скажут, зачем ты его с собой тащишь. Значит, если ребенку семь лет, ты говоришь, я давно обещал показать Диснейленд. Правда? Это уже по-другому. Ну, в общем, я желаю девушке успехов. Но меня беспокоит вот эта ситуация. Знаете, еще чем? Вот оно как-то все у них спонтанно. Понимаете, вот есть муж, который как гражданский. Вот он куда-то поехал, потом он чего-то остался, потом что-то такое получилось. И вот она осталась одна. И там у нее ребенок. И вообще непонятно чего. Понимаете, все-таки хотелось бы видеть какие-то спланированные действия. Понимаете, может быть, она бы раньше визу получила. Или как-то они вместе бы что-то такое сообразили и вперед понеслись. Но, с другой стороны, это жизнь. И бывает, что человек даже не думает ни о чем таком. А вот столкнулся, и вдруг он понимает, что надо что-то делать. Поэтому, конечно, хотелось бы видеть, что у людей есть план какой-то. Более того, если он уже в Америке год, то, наверное, люди, с которыми он здесь работает по этому кейсу, в частности, его адвокаты, должны были бы ему сказать, как поступить с женой гражданской. Ну что же это такое? Получается, я, который вообще там сбоку припека, сижу и рассуждаю, а адвокаты, которые ему говорят, давай подавать на политику, не отвечают ему на вопрос, как дальше пойдет с его гражданской женой. Нет, а потом дальше он гражданский муж, он уехал, и неизвестно, он хочет привезти эту гражданскую жену со своим ребенком. Нет, хочет, почему же? Нет, ну ничего это не звучит. Говорит, я вот хочу, что он мне делал. Ну а он-то чего? Нет, нет, я думаю, что это не вопрос. Если бы это было вопросом, это было бы отдельно совершенно. Нет, ну, наверное, он же... То есть я предполагаю, что оба хотят, но почему он этот вопрос не задал своим эмиграционным адвокатам, которые ему советуют, я вообще не понимаю. Нет, если он в дилегальном статусе, то, наверное, у него еще может не быть эмиграционных адвокатов тоже. Ему эмиграционные адвокаты советуют подавать на политику, Свет. Ему советуют. Значит, есть люди, которые ему это говорят, соответственно не должны выстроить более продолжить правильный то есть значит ты подаешь на политику после чего приезжает твоя жена там ребенок и так далее они должны ему нарисовать это все ладно значит мы пожелаем успехов паре разлученный такими неожиданными обстоятельствами встретились и чтобы уже не расставались так вот и все у них было бы хорошо счастливо а